Привет дорогие друзья! В этом видеоролике обсудим с вами достаточно уникальную информацию, которую мне на правах анонимности передал один из моих зрителей. Так получилось, что он искал себе работу, подработку какую-то, это связано с интернетом, и попал на, будем говорить, очень интересное объявление. Потребні люди для одноразової або регулярної роботи. Пропонуємо винагороду за витрачений вами час та якісно виконані умови. Ми пропонуємо виключно роботу, гідну та своєчасну оплату ваших зусиль. Что мы пропонуємо за работную плату 3000 доларів? За виконання одного завдання, виплати, биткоины, USDT, Visa, Mastercard, повну анонимность, повний детальный инструктаж з наданням научных відео-фотоматеріалов, вильный график работы, целодобовую поддержку куратора. Прямо такое коммерческое, знаете, предложение, и график, и все, что хочешь, и оплатят вам и криптовалюта, если надо, и на карточку, и как угодно, и сумма немалая, 3000 долларов за одно исполненное задание. Что же это за такие задания? Чего мы чекаем от вас? Підпалите автомобиль ТЦК по всей территории Украины. Самостейный выбор автомобиля. Якщо будете сами, подумайте, кому можно передати цю информацию. И передайте за одно приведеного виконавця 1000 доларів. Опять же, те самые поджоги транспортных средств, которые у нас часто достаточно о них рассказывают в средствах массовой информации. То есть, друзья, вот такие вот объявления попадаются у нас в интернете. Хочу заметить. В Харківской области зафиксовано близко 40 випадків підпала автомобилей військовых. Голова у Васи Негубов. За це обіцяють від 20 до 40 тисяч гривень, розповів ВИН. Как ви видите, случаи эти действительно массовые. В одном із своїх видеороликів я уже эту тему поднимал і розказував. Даже вот прислали фотографії там, де є ці машини, де там ці все, що покупати для поджогів і т.д. Т.е. все достаточно подробно інструктирується, связанная деятельність з поджогами вот этих транспортних средств военних. СБУ затримувало в Винниці 17-річного одесі, який спробував підполитий будівлю ТЦК. Т.е. служба безпасності України, вот здесь уже хотіли здання ТЦК поджечь, на це отреагувало і задержало человека. Не знаю, виновен он, не виновен, он делал что-то, не делал. Тут, честно сказать, многое есть в вопросах в службі безпасності України. Но суть такая, що ми видим вот такую реакцію от нашого государства. Також хочу заметити, те видеоролики, які являться, будем говорить, ексклюзивними прямо з этими случаями поджогов транспортних средств, які мені тож переслали, я їх не можу викладати в Ютубі по понятним причинам цензури. Они є в моєм Телеграм-каналі, так сказати, в продолжение этой истории. Ссылочка буде, как всегда, в описании к этому видео, друзья. Перейдите, посмотрите, если вам эта тема интересна. И не забудьте подписаться на мой Телеграм-канал. А що буде з ответственностю? Какая здесь возможна ответственность? Йетака стаття 113. Диверсія. І друга частина, ті самі діїв, чіна не в умовах военного стану, або в привод зброєнного конфлікту. На строк від 15 років, або вичне позбавлення волі з конфискацією майна. Тобто, фактично, тому парню 17-летнього, який поймала СБУ, у них в статьі написано, я специально перепроверил эту информацию. Угрожає от 15 лет, вдумайтесь, до пожизненного задержання. Пожизненное вообще у нас дають в таких ужасних случаях, когда кто-то там убил, к сожалению, несколько человек. Такое тоже у нас происходит. То есть, наказание, ну, сурове, по-моему, уже некуда, дорогие друзья. Так что я хочу заметить, что все вот эти, в кавычках, заманчивые предложения, я, естественно, советую никому на них не реагировать. Потому что это все закончится зачастую очень печально, к сожалению. В том плане, что либо СБУ, либо полиция вас поймает и будет пытаться привлекать уже в дальнейшем к уголовной ответственности. И я не удивлюсь, если, как говорится, там что-то одно сделать, а на вас все остальное повесят. Знаете, как в этих вот рассказах, когда поймали какого-то воришку, он где-то что-то уграл, они говорят, у нас еще 40 краж нераскрытых по району. Давай, как говорится, возьми на себя. Тебе ж-то все равно, как говорится, туда ехать. Места не столь отдаленные. А мы там тебе как-то сигареты передадим. Или что там полицейские обещают, я не знаю. То есть, ситуация здесь такая, друзья, никому не советую с этим связываться. Потому что ответственность очень серьезная, могут, видите, даже по такой статье квалифицировать. Хотя того пацана, который собирался поджечь, его поймали, он же не поджег, он же не сделал. То есть, на самом деле, статья здесь, я считаю, в очередной раз квалифицирована неправильно. Но сотрудники службы безопасности Украины умышленно, я думаю, задирают эту планку, чтобы запугать людей, чтобы люди все были в страхе и боялись даже собственной тени. Не то, что что-то там сделать против центра комплектования, либо против военных. Я, друзья, вспоминаю интервью этого военного. Я специально здесь его фотографию поставил. У Наталки Масейчук на канале написано, что его зовут Сергей Алимов. И он очень правильные мысли сказал. Я даже, честно сказать, когда я его снял, думаю, что он там придумывает, как говорится. Он говорил о том, что вот эти все законы, которые приняли депутаты Верховной Рады, вот этот закон о мобилизации, вот эти все конституционные действия, в первую очередь, сотрудников ТЦК, которые мы постоянно с вами видим в телеграм-каналах, связанных с мобилизацией, с нарушением прав граждан, это все приведет к тому, что будет внутренняя гражданская у нас война, будут конфликты внутренние, будут какие-то ужасные стычки. Он вспоминал еще, помните, это Врадеевка была, когда там люди восстали и эту полицию ломали, и же Клишу там они с ней сделали, потому что они там девушку изнасиловали, издевали с ней эти полицейские. И тогда уже до Киева уже этот бункт дошел, они там в Киеве бунтовали, их помню, еще Янукович был президентом, тогда разгоняли. То есть, как мы видим, ситуация ужасная, соответствующая. Ведь люди бы, честно сказать, не стали бы это все делать, будем говорить честно, если бы не было мобилизации в этой извращенной форме происходить. То есть, это же ужас, мы же видим с вами эту мобилизацию, которая у нас происходит. Так же быть не должно. Что значит у нас война, так можно людей забрать, похитить, где-то держать, заставлять их чему-то. Нет, это неправильно. Мы должны быть другие, мы должны отличаться, если мы постоянно об этом болтаем, где-то там ходим, типа европейские ценности и все это остальное. То, что, понятно, у нас ни в какую, нигде, конечно, не отслеживается даже близко. Какие нахрен европейские ценности, если с людьми такое делают, и это делают не какие-то враги, а делают наши же военные из центра комплектования. Ведь это, друзья, абсолютно неправильно. И мы видим результат, тут рассказывает про 40 сожженных автивок только на этой Харьковщине. Самое обидное, что жгут, я уверен, не ТЦКшникам зачастую эти автомобили, а жгут их просто тем там военным, которые где-то куда-то приехали, я не знаю, там по каким-то делам или там на какие-то вид починок, или еще куда-то. Но это же, конечно же, абсолютно неправильно. В военкомате Одесской области мужчина отрубил себе палец пожарным топором. Это произошло в Белгороднестровском районе. Как сообщает источник, использовал этот топор, чтобы не проходить комиссию. Редакция журналистов дала туда запрос, но я, честно сказать, не нашел никакого ответа на этот запрос. У меня есть один очень простой вопрос. Почему руководство Одесского ТЦК областного не в тюрьме? Но это же было бы нормально. Они до чего доводят там ситуацию? Кто к там кому что отрубил? И он ли себе это отрубил? Какая там вообще была ситуация на самом деле? Ведь никто не знает. Там журналисты дали какой-то запрос, никто им никакого ответа, понятно, не дал. То есть мы видим ситуацию. Человек зашел целый, здоровый, со всеми пальцами в руках в этот ТЦК, вышел оттуда без пальцев. Типа он сам себе их отрубил. Ну, честно сказать, ситуация, мягко говоря, нехорошая. То есть, как мы видим, вот это все, вот это вот все, то, что вот этот специальный случай здесь зачитал, приводит к тому, что я рассказывал вначале. Что люди готовы даже совершать такие преступления, подставляться. Зачастую, на самом деле, я думаю, они это не знают, что там есть такая серьезная ответственность за это. Но вот эта ситуация, я уверен, в начале войны никто ни за какие деньги бы этого не делал. Потому что в самом начале войны люди все-таки поддерживали и власть, и военных. То есть мы все были вместе. Через где-то полгода, до полугода это опять прошло расслоение. Они там отдельно, мы, как говорится, все отдельно. И мы видим результаты. Это кто вообще придумал эту мобилизацию. И, честно сказать, я считаю, что когда это все закончится, все эти ТЦК, ШМЦК, их надо разогнать, чтобы их вообще не было. Потому что, ну, это какая-то как черная НКВД. Я не знаю, с чем это даже сравнить. Никакие себе полицейские с СБУ такое себе не позволяют делать. То, что они выделывают там по 10 дней. Недавние видеоролики мои держали человека там в подвале. Или что-то там хотели, чтобы он шел их защищать, шел вместо них на войну. Это же неправильно. Тем более с тем учетом, что у нас информация подтвержденная, 700 тысяч военных находятся в тылу. В ТикТоке распространяется такой вот документ. Указ президента Российской Федерации о завершении специальной военной операции. И выводе войск из Украины. И тут, говорит, завершить военную операцию с 01.11.24. Начать вывод войск и закончить его к 01.02.25 года. И там еще некоторые пункты этого документа. Конечно, друзья, понятно, что эти все указы, это все фейки, вымыш, силы и так далее. Но он такой сладкий. Хочется ведь верить в что-то хорошее. Но на самом деле мы, друзья, с вами видим и отслеживаем поле нашей информационной. Уже очень много в последнее время стали говорить о каком-то завершении войны, завершении этого конфликта. Понятно, что есть у нас силы там наверху в Украине, которые руками и ногами против того, чтобы это все заканчивалось. Но мы должны с вами, друзья, понять, что мы должны просить, мы должны требовать, мы должны сказать, что у нас есть позиция, у граждан Украины, чтобы искали выход из этой войны. Потому что то, что сейчас происходит, мы не идем ни к чему. Цели в этом никакой я лично не вижу. Цель одна, просто россияне там по чуть-чуть захватывают все в Донецкой области и по чуть-чуть, к сожалению, погибают наши граждане. То есть это все идет в убыток для нашего государства и по территориям, и по нашему населению. И я уверен, что когда это все закончится, будет очень много разборов по поводу тех действий, которые совершали во время войны. Вот, кстати, я хочу вспомнить Наталку Масейчук, вот эту вот фотографию, мне ее скинули, этот коллаж небольшой, будем говорить. Это, я считаю, честно сказать, очень актуально в нынешнее время в связи с той ситуацией, до чего у нас уже довели народ. Потому что мы реально это все, я считаю, не вытягиваем. Говорю это в очередной раз. Ну, понятно, что найдется какое-то там мурло, которое мне в очередной раз напишет, да что тебе, да что тебе. Мне-то, что у меня есть паспорт, я гражданин Украины, я имею право на мое мнение. Мое мнение, что надо искать выход из этого дипломатическим путем, сколько уже можно воевать. Так что, друзья, такая вот ситуация. Хотел в любом случае вам сказать, что ни в коем случае не вестись на эти объявления, ни во что такое не вступать, не влазить. Потому что все-таки СБУ, какое бы оно там ни было, вместе с полицией могут кого-то поднимать, могут найти, могут вас привлечь к ответственности. А срок там очень-очень серьезный. Поэтому моя огромная просьба от меня лично, как от адвоката, как от блогера в Ютубе, не ведитесь на эти все объявления. Я думаю, что оно этого в любом случае не стоит и ни на что это по большому счету не повлияет. Хотя я, честно хочу сказать, все равно этих людей где-то понимаю. Потому что, когда ты видишь каждый день чертовскую несправедливость, которая у нас происходит в государстве, когда военные, профессиональные обученные сидят в тылу и отлавливают людей, чтобы они шли на войну. Поэтому, ну, мы же все с вами понимаем, воевать должна украинская армия в первую очередь. А уже во вторую очередь полиция, СБУ и все остальные правоохранительные органы. А уже в третью не обученные, неподготовленные граждане Украины. И это нормально было бы и правильно. А как мы видим, все у нас, к сожалению, происходит наоборот. На этом, друзья, попрощаюсь с вами и попрошу подписаться на мой Ютуб-канал, если вы еще этого не сделали. Джип подъезжает такой, ну, розмальованный, військовый. Виходит бородатый, такой красивый, в мультикаме, військовый, пистолет такой у него тут висит. Пошел там что-то, блядь, магазин. А я думаю на эту машину, у меня глаза открываются. На этом джипе вот такой вот знак, здоровенный, червоный, а так перечеркнуто, так вот, ТЦК написано. У меня вот так и сигарета впала. Я си кофе стою, а си сигарета лежит. Это отношение військовых до ТЦК.